Бизнес-план, стартовый капитал, аренда помещения и платные консультации специалистов – нехитрый набор, знакомый каждому начинающему предпринимателю. Здесь часть затрат и всевозможную помощь берет на себя ростовский бизнес-инкубатор. На льготных условиях, в офисных зданиях бизнесмены в начале своего пути оплачивают лишь 10% от рыночной стоимости аренды, а также пользуются бесплатными консультациями профессионалов и юристов все время, пока предприятие находится в инкубаторе, на срок не более трех лет. Но и после истечения этого срока многие не спешат распрощаться с областной поддержкой. Проводя мониторинг тех предприятий, которые вышли из инкубатора, как правило, это 99% клиента бизнес-инкубатора в дальнейшем остаются клиентами регионального агентства. Потому что в региональном агентстве есть направление микрофинансовой поддержки, когда можно получить на льготных условиях микрозаим до 1 миллиона рублей. За 5 лет существования бизнес-инкубатор помог начать работу более 60 компаниям. В течение года работниками проводится до 80 тысяч бесплатных консультаций. Здесь же помогают найти и сформировать клиентскую базу. Денис Новиков – предприниматель в сфере IT-технологий. За три года штат сотрудников его фирмы с двух человек увеличился до 12. Несмотря на то, что совсем скоро его компания сможет рассчитывать только на собственные возможности, предприниматель не упустил шанс воспользоваться микрозаимом. Этап стартапа прошел. К счастью, теперь мы можем позволить себе и помещение, и прочие услуги, которыми мы пользовались, например, юриста, бухгалтера содержать и так далее. Чего мы не могли позволить три года назад. Но, тем не менее, мы не планируем отказываться от услуг, которые бизнес-инкубатор предоставляет всем желающим. Еще один клиент бизнес-инкубатора – Израэль Гульгазарян – решил превратить свои знания английского языка в живые деньги. Планы – наполеоновские. Обучать всех желающих одному из международных языков он собирается в онлайн-режиме. Сказали, что здесь есть переговорные, где можно с людьми заниматься будет, и есть конференц-зал, где также можно будет более большие группы, если набирать. То есть в данной комнате заниматься с людьми будет не очень удобно. Ну и в дальнейшем, возможно, есть возможность переезда в отдельное помещение, где, соответственно, можно будет уже непосредственно наладить, возможно, нанять штаб преподавателей. Бизнес-инкубатор в Ростове создан благодаря областной программе поддержки малого и среднего бизнеса. Воспользоваться его услугами могут начинающие коммерсанты как из областного центра, так и из сельских районов. Главное – подготовить необходимый набор документов. Сергей Мирошниченко, Юрий Санкин. Главное. Новости. Субтитры подогнал «Симон»